Завершился самый насыщенный день инвестиционного форума. Сегодня Сочи подписал 4 соглашения о намерениях. 3 октября на ремонт полностью закроется Мацестинский тоннель. У автомобилистов будет три варианта объезда. Нашествие лягушек их в Сочи решили устранить. Речь идет о железных конструкциях для ограждения парковочного места. Хоккей, теннис и фигурное катание. В рамках форума в Сочи стартовали сразу несколько краевых турниров. Юбилейный инвестиционный форум в Сочи официально открыт. Старт одному из главных экономических событий года дали заместитель председателя правительства Дмитрий Казак и глава региона Вениамин Кондратьев. На торжественном приеме в честь открытия отметили, что форум сегодня уже стал брендом. О нем знают не только в России, но и за ее пределами. О количестве заключаемых соглашений с каждым годом растет. Деловая программа Сочи обещает быть интересной и насыщенной. Мы будем обсуждать новые методы государственного и муниципального управления. По традиции Краснодарский край и город Сочи подготовили интересную культурно-спортивную программу. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, за ту энергию, которую вы проявляете, за тот интерес к жизни в нашей стране, который вы проявляете. Он здесь проявился в том, что вы приехали на форум в Сочи. Не столь важно количество подписанных здесь соглашений, сколько важно их качество и результативность. России, как и нашему краю, нужны новые перспективные прорывные проекты, новые точки роста. И я уверен, что нынешний юбилейный сочинский международный инвестиционный форум положит им начало. Проект сети продуктовых элеваторов на Кубани получил одобрение на уровне правительства. Вице-премьер России Дмитрий Казак сегодня посетил стенд Краснодарского края на инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор региона рассказал, что на так называемые пищевые элеваторы небольшие фермеры смогут продавать свою продукцию. Им не нужно будет договариваться с торговыми сетями. Это гарантирует стопроцентный сбыт выращенных селянами продуктов. Да, уже есть реализованы два проекта, которые работают сегодня по принципу кооперации. Сегодня предоставляем проекты, которые необходимы еще. То есть планируется всего построить семь элеваторов таких и три распределительных центра уже на побережье, чтобы с тех элеваторов перевозить сюда. Беспецедентная поддержка правительства Российской Федерации селян. Но нет смысла поддерживать, если селяне не смогут сбывать продукцию, которую выросли в том числе и за счет господдержки. Поэтому мы должны и поддерживать государство, но и обеспечить гарантированный сбыт, чтобы завязать эту цепочку. Производство без сбыта – это сезифов труд. Краснодарский край планирует подписать ряд крупных соглашений о развитии производств на территории региона. Также Вениамин Кондратьев обсудил на панельной дискуссии сотрудничества между Кубанией и Германией. В Тамане планируют построить индустриальный парк. Это один из приоритетных проектов, который Краснодарский край представил на экономическом форуме. В этот проект инвестор планирует вложить около 6 миллиардов долларов. В присутствии премьер-министра Вениамин Кондратьев и председатель Совета директоров АТЭКа подписали протокол о намерении создания промышленного парка в порту Тамань. На территории планируется возвести 6 заводов по переработке химических веществ, предприятия по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс, а также 5 грузовых терминалов. В премьерской зоне Краснодарский край заключил еще одно соглашение. Касается оно модернизации производства удобрений в Белореченском районе. Генеральный директор Еврохем собирается производить до 50 тысяч тонн водорастворимых удобрений для овощей, что покроет потребность регионального рынка. А Сочи сегодня на Международном инвестиционном форуме заключил 4 соглашения. В первой половине дня глава города Анатолий Пахомов подписал договоры с компаниями «Империя», «Лысь», «Связь», «Ресурс», «Кубань». Что изменится в Сочи в рамках этих договоров, расскажет Елена Авсецина. Как всегда, первый день работы форума – самый насыщенный. И повестка дня обширная, кроме пленарного заседания с участием премьер-министра страны, масса встреч, подписаний и договоренностей. И важно не проглядеть потенциального инвестора или наиболее масштабный интересный проект. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев познакомил вице-премьера правительства Дмитрия Казака с новыми инициативами Краснодарского края. В Сочи в лидерах курорт представляет 16 проектов. Совсем недавно, неделю назад, было заседание Совета безопасности по региональной политике. И основным докладчиком Матвиенко, город Сочи был назван как одна из пяти точек экономического роста. Центр притяжения всех Сочи. Спасибо. А это здесь, Дмитрий Городович, помните? Надо оправдать будет это. Многие сомневаются, что он точка экономического роста. Пляжи насыпайте, потому что все уже занято. Ну а Сочи – привлекательный регион по всем направлениям. Сегодня администрация города и связь «Ресурс Кубань» подписали соглашение, в результате которого начнется строительство единой многофункциональной телекоммуникационной сети связи. Другими словами, оптоволокна, которые позволят обеспечить доступ в интернет и связь во всем городе. Причем во всех районах Сочи, включая и горную, и сельскую местность. Планируется вложение инвестиций порядка 180 миллионов рублей. В этом году уже будет вложено около 30-35 миллионов рублей. Муниципалитет при этом денег затрачивать не будет. Речь сейчас основная с главой Сочи шла о том, чтобы начать именно с поселков отдаленных. Мы, естественно, пойдем навстречу и начнем с Лазаревска и пригорных районах. Также мы будем касаться безопасного города, то есть камеры. Мы в городе Краснодаре являемся операторами 700 плюс 350 еще добавленных камер. Город Сочи также будет включать через нашу сеть свои камеры. А в центре Сочи на Светлане на месте долгостроя построят новый суперсовременный крытый аквапарк с круглогодичным циклом работы. Сегодня принято окончательное решение, которое скреплено подписями. Макет отражает всю перспективу не просто зимнего аквапарка, а крупного развлекательного центра с парковкой и ресторанами. На крыше и на террасе мы с учетом климатических условий города Сочи предусмотрели эксплуатированные кровли, также бассейны, лежаки, чтобы люди могли принимать солнечные ванны на разных уровнях, что создает именно ступенчатое, какой-то микроклимат, уют и камерность. Мы считаем, что данный комплекс станет притяжательным центром для местных жителей. Еще один аквапарк планируют построить в Сочи парке, который входит в 20 лучших парков Европы. Также планируется подписать соглашение по созданию пешеходной зоны, променад и меритинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта. В него будет вложено порядка 500 миллионов рублей. Реализован он должен быть в срок до 2021 года после проведения берегоукрепительных работ. Этот проект мы одобряем исключительно только по прибрежной части, то есть исключительно по развитию самой набережной. Что касается дальнейшего развития, там на Макете видно, что это многоэтажные жилые дома, могу сказать, что это пока вообще никак не рассматривается, потому что Минстрой Российской Федерации создал рабочую группу, в которую вхожу и я, и в принципе мы провели только одно из заседаний, сегодня будет вторая рабочая группа, но пока там много нерешенных задач и рисков. Чтобы проекты получили свою реализацию, необходимо учитывать мнение нескольких сторон, в том числе и прислушиваться к мнению общественности. Кроме того, город представил 10 мультимедийных презентаций, которым только предстоит найти своего инвестора. Это 5 инвестиционных проектов и 5 инвестиционно-привлекательных земельных участков. Эти предложения должны вызвать интерес у представителей различных форм бизнеса, в том числе малого и среднего. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. 3 октября на ремонт полностью закроется Мацестинский тоннель. Об этом сообщает Управление федеральных автодорог. Для снижения заторов в направлении из Сочи в сторону Адлера предусмотрено перераспределение транспортных потоков по дублеру курортного проспекта, по самому курортному проспекту и по обходу города Сочи. Следите за временными знаками и разметкой. Время на несколько изменится, а также схема проезда по дублеру в этом районе в направлении из Адлера в центр Сочи. Там автомобили будут направляться по одной полосе, так как во второй будет идти встречный поток. Рабочее движение по Мацестинскому тоннелю будет открыто 15 июня. Нашествие лягушек – это вовсе не природное явление отдела рук самих Сочинцева, точнее, автовладельцев. Чтобы обеспечить себе парковочное место, они все чаще прибегают к помощи железных конструкций с таким названием. Почему возникла такая тенденция и как с ней бороться, узнаем из следующего сюжета. В переулке рабочим разъехаться нельзя ни днем, ни ночью, пока владелец транспорта на работе, его парковочную зону верно охраняет лягушка. Вечером на проезжей части выстраивается автомобильный ряд. И то, что дорога и так узкая, автовладельцев ничуть не смущает. В итоге они мешают проезду не только личного, но и социального транспорта. Скорая-скорая задом сдавала вот до сюда. От нашего пилюка вот туда сдавала. 200 метров она сдавала задом. Для того, чтобы пропустить сверху идущие машины. Только потому, что она не может уйти вправо, потому что вправо везде стоят так называемые лягушки. Вот и все. То же самое, бог пожарный, что пожарный будет, пока не доедет, все зарит. По словам специалистов, причина нашествия лягушек кроется в незаконном строительстве. К примеру, в данном случае на участке ИЖС возник многоэтажный дом. Построен он по границе красных линий. То есть в целях экономии парковки и тротуар застройщик в принципе не предусматривал. Отсюда и борьба за место для машины. Однако это не оправдывает автовладельца. Самовольное установление парковочных ограничений относится к категории административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статья 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Граждане, которые самовольно устанавливают парковочные ограничения, без каких-либо разрешений привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. Конструкции наносят ущерб муниципальной собственности, то есть дороге, и подлежат обязательному демонтажу. Способствовать ускорению процесса будет администрация города. Смета уже готова. Материалы по всем случаям установки незаконных ограничителей в скором времени будут направлены в УВД и в суд для взыскания ущерба. С нами планируется направить письмо в адрес городской комиссии по безопасности дорожного движения с просьбой установить знак 327, запрещающий остановку транспорта. И, естественно, информационные таблички работают эвакуата. В отношении ряда улиц такое решение уже принято. Поэтому сочинцам, которые самовольно устанавливают ограничители, советуют не терять времени и искать альтернативное, законное место для парковки. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Вместе с юбилейным инвестиционным форумом в Сочи стартовала и масса спортивных соревнований. Эта 15-летняя традиция с каждым годом лишь укрепляется. На этот раз в Олимпийском парке задействованы все спортивные дворцы и площадки. А открыл многочисленные турниры, организованные Министерством физкультуры и спорта Краснодарского края, вице-губернатор Николай Долуда. Спорт в рамках инвестфорума – еще одно доказательство того, что постолимпийское наследие в действии. Все спортивные объекты открыты для юных спортсменов. Тренировочный процесс здесь проходит регулярно. Сегодня же во дворцах спорта стартовали открытые краевые соревнования. Приветствовал участников турниров по фигурному катанию, теннису и хоккею заместитель главы региона. Николай Долуда отметил, что такие спортивные мероприятия для власти важны не меньше, чем мероприятия экономические. Руководство региона в лице губернатора Кубани уделяет колоссальное внимание и развитию физической культуры и спорта. Мы вышли сейчас на такой уровень, что из 286 детских спортивных школ все, ни одна школа не закрыта. Хотя некоторые регионы, непростая экономическая ситуация, закрывают и детские спортивные школы, и центры спортивной подготовки. У нас, повторяю, ни одна не закрыта. И в этих детских спортивных школах и центрах спортивной подготовки занимается 41% детей школьного возраста. Это же здорово! В целом, подчеркивает вице-губернатор, за 10 лет в крае построен 91 спортивный объект, а спортом в крае занимается 44% населения. Фигурное катание – один из популярных видов. Поддержать своих юных коллег на сочинский лед прибыли и олимпийские чемпионы Максим Маринин и Илья Вербух. Очень приятно то, что именно Сочи после Олимпийских игр стал центр притяжения спортивным. И есть инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования разного уровня. Ну, после Олимпиады это естественно. Но и очень приятно то, что южные регионы имеют возможность в великолепных условиях соревноваться здесь. Я бы, наверное, все-таки делал акцент на том, что этот дворец, тренировочный центр работает круглый год, что тут проходят ежедневные тренировки, и это очень здорово. То есть это не разовая акция, и все разбежались. А здесь ведется большая планомерная работа. Сочи стал для нас практически вторым домом, и проводим в Сочи очень много времени. Уверен, что это тоже популяризирует фигурное катание. В соседнем Большом Ледовом дворце юные спортсмены скрестили клюшки. Здесь открылись традиционные соревнования по хоккею. В традиции форума этот вид спорта присоединился в 2013 году. С тех пор количество регионов участников только растет. В принципе, как и количество юных кубанцев, занимающихся в секциях по хоккею. Он развивается такими высокими темпами, что поток идет, информации люди, родители, дети владеют. То есть в муниципальных образованиях с каждым годом все больше и больше мальчишек и девчонок, кстати, тоже приходят заниматься и записываться. Развивается очень стремительно. За Кубки Краснодарского края в эти дни борются и теннисисты. Кстати, именно с этого вида спорта и начиналась спортивная традиция инвестиционного форума. Сегодня в этих теннисных турнирах участвуют и самые маститые спортсмены. Одна из них – 299-я ракетка мира Валентина Вахненко. Это хороший, считаю, турнир для будущего. Здесь мы все набираем очки, чтобы дальше идти по ступенькам, выше, выше. Завершатся соревнования вместе с Международным инвестиционным форумом. Итоги двух мероприятий подведут в ближайшее воскресенье. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В рамках сочинского форума соревновались не только спортсмены, но и политики. Сегодня в Сочи прошел благотворительный матч между звездами спорта и участниками 15-го Международного инвестиционного форума. Организаторами матча выступили общественная палата города Сочи, продюсерская компания «Илья Вербуха» и благотворительный фонд «Под флагом добра». С городом Сочи фонд сотрудничает с 2007 года. Тогда в рамках инвестиционного форума здесь прошел первый футбольный матч. Мы много лет проводили матчи, всегда они служили в помощь детям. И сегодня первым дрем детям в результате собранных средств мы уже вручим сертификаты. Дети нуждаются в помощи по жизненным показаниям, страдают жизнеугрожающими заболеваниями, нужны дорогостоящие лекарства. На футбольное поле в самом центре Олимпийского парка вышли команды ледового шоу «Кармен» – прославленные фигуристы. И сборная инвестфорума. В нее вошли видные политики края, в том числе и вице-губернатор Кубани Андрей Коробко. Наши участники от нашей команды – это и глава администрации, это и все наши чиновники, которые работают. Они прекрасно понимают, что даже маленькая помощь иногда может помочь реально, помочь ребенку, чтобы не то, что стать здоровым, а выжить. Поэтому есть решение, я считаю, чтобы такие матчи носили уже системный характер. Сегодня дети получат, и их родители получат не только финансовую поддержку, но еще и эмоциональную. Потому что очень важно знать, что ты не один с той бедой, которая выпадает на тебя. Матч закончился в ничью. 7-7. Все решила серия пенальти. 3-2. Выиграла команда «Звезд». Впрочем, как отметили все участники благотворительного матча, главный его итог – еще несколько детей сделают еще один шаг на пути к выздоровлению. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские радиолюбители стали лучшими в крае. В Краснодаре прошли соревнования по радиоспорту среди молодежных команд. Наш город представили 4 участника. Все они – воспитанники сочинского клуба радиолюбителей. И состязания шли на короткой волне в диапазоне 28 МГц. И практически в полевых условиях погода не баловала. Однако сочинцы с заданием справились. Более того, стали чемпионами края. В победоносную сборную Сочи вошли Назар Баталов, Екатерина Вертипрахова, Иван Иваницкий и Владислав Шолтыс. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok